Доброе утро, Саша. Доброе утро, Рустам. Доброе утро. Вот тут накануне нашей беседы начала смотреть, я все уже про тебя, казалось, знаю. Я уже все про твои родители, где ты родился, и что ты делаешь, и где ты живешь сейчас, и как зовут твою замечательную супругу Наташу. Но я хочу тебя... Но оказывается, ты же вообще не такой, как все. Ты во всем не такой, как все, Рустам. Я даже угородила родиться в канун Нового года, как я узнала, 29 декабря. Поэтому, мой дорогой, с Новым годом и с прошедшим днем рождения. Удачи, здоровья, сил и твоей харизмы пусть хватит навсегда. Спасибо, Саша. Спасибо. Даже там они наврали, потому что не 29-го, а 28-го. Не верь в тему, что написано в интернете, Саша. Ну хорошо, все равно я тебя поздравляю с прошедшим днем рождения. Я вчера тебе позвонила, потому что... Я даже тебе послала пару видео, потому что как-то я возбудилась не на шутку, хотя, казалось бы, привыкла за столько лет работать на радио уже ко всему. Поэтому, кроме тебя, на эти вопросы нам не ответит никто. Или потому что не знает, или потому что не хочет. Ты и знаешь, и наверняка ответишь. Потому что, ну, судя по тому, какой ты боец, мне кажется, что ты ответишь на любой вопрос. Поэтому первое, что я тебе хочу спросить, ну, откровенно говоря, это голая вечеринка задолбала уже всех, уже никто не хочет про нее говорить, слушать, думать. Но я тебе хочу вот что спросить. Когда я вижу, как неистово долбают тех, кто там был, а это же люди, которые не уехали, это как бы свои. Вот у нас недавно был в гостях Марат Гельман, который сказал, что самая большая... Нет-нет, пардон, Алексей Менедиктов, который сказал, что главная нелюбовь Путина к людям, вот что он ненавидит больше всего, это дезертиров и предателей. То есть те, которые уехали. Ты, я, Денис, вот это самые главные враги. Но эти же, которых сейчас долбают неистово, они ж не уехали. Они не предатели, не дезертиры. За что их-то? Скажи мне, пожалуйста, как ты думаешь? Что их? Версии, кого не послушаю, версии всех разные, вплоть до шпионских. Все придумала Собчак, это все ее вина. Во всем виновата некто там, какая-то другая львица, которая все это снимала. Кто-то попал, как курвощип, кто-то за кем-то давно охотились, а Киркоров всем давно обрыдал, и поэтому так все и произошло. На самом деле, далеко ходить вообще не надо. Сакрализация и этого процесса, то есть поиск смысловики администрации президента находится в постоянном поиске переключения внимания бедного российского народа, которому я принадлежу, так сказать, и телом, и душой. То есть, я могу сказать, переключение нашего внимания на какие-либо темы, только бы не связанные с актуальностью. Переключение вообще уже любыми ценами, любыми ресурсами, любыми переключательными уже режимами, вплоть до самых грубых. То есть, не жаль уже вообще никого. В этот раз полегли Лолита Киркоров. Список городов, отмененных у Лолиты, отмененных концертов, он впечатляет. Это не просто там, где-то там, что-то там отменили. Нет, я видел список два дня назад, там семь городов. А это деньги, это миллионы долларов. Это, собственно, это миллионы рублей, которые складываются в миллионы долларов. Поэтому это ощутимо. У нее коллектив. Она должна его кормить. Она все время об этом говорит. А теперь у нее еще и новенькая. С нее будут требовать вливаний во фронт. И это не просто так. Где-то там сотни тысяч рублей. А прихалось нет. Будут требовать миллионы. За этим будут следить. Будут требовать отчет от нее. Туда же и Собчак. Они уже тут елейными голосками записали несколько дней назад видео о том, что они тут помогли Белгороду. Еще что-то. Лолита все не успокаивается. У нее одно видео за другим. И все это вот по абсолютно этот старопередический стиль. Вот так вот держать камеру. Вот так перед лицом. Вот так. Зачем-то вот так. Сильно близко. И рассказывать своей публике о том, как она старательна в этом во всем. В помощи Белгороду. Пусть она обождет. Пусть обождет. Пусть она переждет. Потому что дальше ее заставят помогать нашим мальчикам. И не просто сети сидеть плести маскировочные. Я думаю, что там будет что-то прям пожирнее. Она будет заставлена, поставлена в ту самую позу, в которой она была замечена на вечеринке. Позу, извиняюсь, раком. И будет заставлена там, допустим, ей скажут, слушай, тут у нас вот дроны заканчиваются, боеприпасы. Лолита? Где? Где бомбы, гранаты, ракеты. Этот известный возглас будет обращен в ее сторону. То же самое к Собчак. Теперь от них не отстанут. Дело в том, что если та же Собчак, например, выходила в сухой из этих передряг, проходила, так сказать, между траханными и выходя нетронутой, то для этого как бы не за что ее было как бы цепануть. Ну, что они приводили в пример? Они приводили в пример Дом-2, эти пропагандисты, тот же Соловьев. Вот она когда-то была в Доме-2, как и мне. Или это, то, пятая, один. Какие-то вот темы, которые, ну, назвать значительными, она только улыбалась им в этот момент. Смеялась, она всех подкалывала и так далее. Теперь есть эта вечеринка в анамнезе. И все знают, что на эту вечеринку был запрос от Кремля. Буквально. Наказать. И тут уже не вывернешься. И когда ей говорят, что ты должна, она уже не может похихикать. Потому что она сама уже 24 раза извинилась в той вечеринке. А начиналось ведь все с тыничного, ну, что там. Ну, да, мероприятие. Оно везде мероприятие. Что вы докопались? Что вам надо? На следующий день тон сменился, смилостивилась. Уже со столбовой дворянки мы опустились уже, да, уже до крестьяночки такой. А через три дня мы превратились уже в это самое разбитое корыто. Потому что глазки уже были в кучку, в пол и так далее. Уже так от былого ничего не осталось. Перья облетели. И, собственно, как бы уже было так все извинительно. Поэтому сейчас, конечно, они никуда не денутся. И когда Соловьев у себя в прямом эфире рассказывает полную, естественно, полную ахинею о том, что в гибели корабля Новочеркасск виновата Собчак, не просто так, где-то там он огородами, он напрямую обвиняет ее в этом. Вдумайтесь. Понятно, что никакой винных Собчак в этом нет. Но ни Собчак, никто иной это не опровергает. Все сидят и слушают и такие, да, при том уровне абсурда, который возник в СМИ, и включая еще эту вечеринку, естественно, людям уже ну просто нечего сказать. И Собчак понимает, что если она начнет парировать, то ей будет хуже. Молчит. Молчит. Я заканчиваю. Я заканчиваю ответ на этот вопрос. Сакральные жертвы. Зачем им это надо? Сакральные жертвы. Перенос внимания, перенос вины. Почему погиб корабль? Переносим вину на кого? Казалось бы, на самую неочевидную персону. В данном вопросе Собчак. Елки-палки. Вот кого-кого никто не ожидал, что он там ставит ее. Он так серьезно. Он с таким знанием дела, с таким упорством на это напирал, повторяя раз отразу эту версию, что, по-моему, многие стали в этой речи. У меня в этой связи будет еще два вопроса касательно Ксении Собчак и касательно того, что ты говорил, что когда это все говорится, они молчат. Я хочу параллель провести с тем, что ты мне говорил вчера, когда у нас был Шевченко, и когда он гнал на Запад по полной, мы молчали. Но у нас есть телефонный звонок, если вы не возражаешь, Рустам, мы возьмем. Да? Можем? Конечно. Доброе утро в эфире. Здравствуйте. Как вас зовут? Доброе утро, Александра, Денис, Рустам. Здравствуйте. Дмитрий, я вам звоню из Матриали. У вас утро, у меня день. Я уже какое-то количество новостей успел изучить. Хочу с вами поделиться. Значит, Билан в настоящее время находится на Донбассе, раздает игрушки, детям в больницах и так далее. Ну, это к тому, что вы, Рустам, только что рассказали. Путин дал пресс-конференцию и сказал, что после попадания в окопы желание прыгать со спущенными штанами резко, эта цитата, резко поады, и то, что захваченные территории никто отдавать не будет, он употребил именно это слово захваченные, неосвобожденные. У меня такой вопрос, Рустам, как специалистов, Лепс, Геркоров, всех предчислять не буду, вы знаете, о ком я говорю, но они же не идиоты, в конце концов, но они же понимают, что происходит. Ведь если им просто нужно оттуда уехать, сейчас уже с большим трудом, но все-таки извиниться перед общественностью и всем остальным миром, и у них будут концерты, деньги, вечеринки, что они хотят, у них все это будет. как вы думаете, есть такой шанс или уже все, в конце. Спасибо. Спасибо большое. Шанс, он есть всегда, но мы, знаете, я уже даже, когда фразу слышу от других людей, они же все понимают, я уже даже в этой фразе не уверен. понимают они или это уже стокгольмский синдром, когда ты буквально захвачен, как те территории, о которых сказал Росдед, но при этом ты сам себя уговариваешь, ты сам себя гладишь где-то в области гипюровых трусиков, как у Кирпорова на той вечеринке, сам себе объясняешь и в конце концов ты сам находишь, не кто-то тебе подкидывает, а ты сам в свою харю находишь компромиссы и эти компромиссы уже горят костром, они уже прожгли тебя полностью, они тебе жить не дают, они не дают тебе быть счастливым человеком, но ты все равно их ищешь, эти компромиссы, им уже числа нет, на тебя пробы не где ставить, тебя уже в открытую называют проституткой Кремля или еще кем-то неприятными словами, а ты все ищешь и ищешь эти компромиссы, все ищешь и ищешь, все, выходишь наконец-то на концертах, которые у тебя дай бог там где-то состоятся, видишь эту публику на треть, которая заполнена бесплатным контингентом, чтобы не было пустого зала, такие требования в райдере у этих артистов, никакого пустого, полупустого зала быть не может, за там 20 минут, за 30 минут до концерта, если в зале есть прогалины, вы должны забить это бюджетниками, бесплатниками, солдатами, кем угодно, эти люди уже должны быть готовы войти в зал и сесть на бесплатные места, ничего не платя за концерт, чтобы не было вот так вот, остальные приходят, телефонами снимают и выкладывают в сеть, а на Киркорова мало кто пришел, этого быть не должно, зал должен быть забит, и в итоге ты находишь и в этом самый главный компромисс, ну посмотрите, как они меня любят, ну куда же я от вас поеду, в очередной раз ты падаешь на ревматоидные колени, собственно, целуешь эту святую сцену, ну вот, и все заканчивается, все заканчивается одним и тем же, вот в этом и есть главный компромисс, у нас тут все, у нас тут хозяйство, свиньи, куры, петухи, куда, в какой момент, Собчак, напоминаю, за месяц до войны отстроили новую хату себе и заканчивала за месяц до войны, там ремонт, а через пару или тройку месяцев после войны она уже делала обзор у себя на ютюбе, посмотрите на мой новый дом, какой он красивый, какой он замечательный, вы только на него посмотрите, скажите мне, пожалуйста, кто от такого вообще уезжает, она только выстроилась, она только почувствовала этот вкус к богатой вольготной жизни на Рублевке, тут надо валить, ну, попробовала она свалить, помните, как она бежала после этих разборок с якобы некрасивыми материалами в ее СМИ, после которых до сих пор под арестом сидят трое ее сотрудников, побежала она через, по-моему, Белару, Прибалтику, побежала куда-то туда, в ту сторону, и чем это закончилось? Через две недели она вернулась и приехала на извинения, это был не Сечин, это был кто-то из Ростеха, да, к главе Ростеха приезжала извиняться, попытка была, и попытка закончилась ничем, вот так и все они, Киркоров, насколько я знаю, сейчас в штатах, да, вот, пожалуйста, чем тебе не попытка уехать и попробовать сделать, например, крутое, крупное заявление? Я не возвращаюсь, извините, меня все достало, к слову, о том, о чем говорил наш слушатель замечательный, вот, вот тебе, вот выйди и скажи, все, при этом ты заранее пишешь нотариальные доверенности на всех доверенных лиц в России, они начинают заниматься, продавая твою недвижку, продавая твою, отдавая, сдавая твои активы куда-то, в наем кому-то или еще что-то, мог это сделать? мог, он мог выступить эти заявления, мог, он, неужели он не понимает, что дальше будет только хуже, что никто ему не позволит больше выделываться, неужели он этого не понимает, никто не даст ему больше хамить с голубых экранов, а он это делает в интервью, ловят его журналисты НТВ, Филипп, Филипп, как вы там себя ощущаете, и он так сквозь губу, так вот, так вот, делая одолжение, этого делать больше нельзя, туда же Волочкова, извините, которая до сих пор не поняла, что ее пьяные все эти загулы, эскапады теперь находятся под пристальным вниманием, но там немножко другой случай, Волочкову отменять не будут, она сама себя 15 лет назад отменила, впав в блуд и пьянство, там отменять нечего, следить-то за ней, следя, но только с другой целью, поржать над этой дурой, и все, никто ее отменять точно не будет, она сама это сделала 15 лет назад, поэтому там, да, там другой случай, ну, в общем-то, а по поводу приехать на Запад, извиниться, да они в страшном сне себе этого не предполагают, они боятся, они страшатся этого, ни в коем случае, какие, а что, вы что, извиниться, а там дед Путин на меня смотрит, пронзит меня гиперболоидом, горящими лучами, вот отсюда до седого, ну, как, да как, как я смогу, в общем, они сами, их никто в эту ловушку не загонял, они сами находятся в ней, им там было хорошо, теперь им стало там плоховато, а будет еще хуже, но это их вопрос, это никого, никого, только их, вот сами пусть и раз, раз это будет. Знаешь, что я хочу тебя спросить, ты сейчас вспоминал Волочкову, я тебе посмотрела это видео, где она совершенно пьяная, с жигурдой, падает, смеется, сегодня я уже читала утром, что она пишет, что ее подставили, что Джигурда негодяй, что он это снял ее кто-то, это что за спектакль, скажи мне, пожалуйста, Рустам. Нет, они с Джигурдой обхреначатся запрещенкой и вот это вот устраивают, это их вопрос, это вопрос их вкуса, их хотелок, кто им может запретить? У Волочковой там много места в ее этом сарае, вонючем загородом, там она танцует, там она придается блуду с разными замечательными представителями Средней Азии, собственно, которые приходят по дурости своей и по наивности к ней на работу устраиваться, там же кастинг проходит у нее наверху в спальне, где поймали, там и драли, кто им запретит? Пусть делают, что хотят! Безусловно! Безусловно! Да, пусть что хотят, то и делают. Вопрос другого. Она стала бояться, но она не понимает одного, по ее поводу заявления в гостуме делаться не будут Володиным. Она сама себя уже давно отменила. Она находится за таким поребриком. Она сильно далека, так сказать, от, ну, если Киркорова еще можно назвать человеком, которому могут прислушаться, если, например, его санкционировать, подвергнуть рестрикциям, то другие испугаются, то, ну, какой такой эффект может быть с Волочковой? Ну, какой? Ну, да. Ну, разве только приколу ради, допустим, какая-нибудь Екатерина Мизулина скажет, что я написала в Генпрокуратуру запрос, хочу услышать правовую оценку того, что Джигурда целует ей промежность. Извиняюсь, это на видео. Да, я видела это видео. Да, да. Я сейчас ничего не придумываю. Да, я видела. Да, целует ее туда. Я хочу правовую оценку Патрушева или кого там, я не знаю. Ну, пусть она дождется эту правовую оценку. И мы увидим, где Волочкову? В Дивеевском монастыре на коленях целующую батюшке руку, ногу и чьи-нибудь сухие остывшие останки какого-нибудь святого 17 века. Это? Рустам, скажи, пожалуйста, а как же полуродственные отношения, ну, я образно говорю, Собчак и Путин? Они были только в голове у Собчак. Ей так нравилось играть в это, соигрывать в эту тему, подыгрывать этой теме. Ей нравилось, я прекрасно помню, когда мы на лобном месте у нее, на нашей совместной работе на Думе, на том же, спрашивали, ну, что это его крестница, она так хитро улыбалась. Ей нравилось эта инфлюенция, это такое облако важности, власти, страха, которое не спадало на нее, когда этот вопрос поднимался, якобы, есть такой большой, важный, ну, на тот момент он еще дедом не был, ну, полудед, в тот момент такой уже, и тут она где-то, казалось бы, да, светская львица, шведская корица, я не знаю, кем она себя в тот момент считала, и тут все мы такие, вау, она же его крестница, но выяснилось же уже давным-давно, что это все апокриф, который, по-моему, сама Собчак и придумала. Ну, да, и я хочу тебе задать один вопрос по поводу того, что мы говорили с тобой вчера, потому что я абсолютно совершенно с тобой согласна, но я вот хочу как бы его повернуть чуть-чуть по-другому, у нас были дебаты Максим Шевченко и Ковкенми, которая посмотрела на сегодняшний день 400 тысяч, даже когда я захожу на серьезные каналы, такие большие, больше, чем радио Вера, я таких цифр редко, такие цифры редко видела, все-таки 400 это очень хорошо, большая цифра, и когда мы вчера с тобой говорили, ты меня спросил, Саша, вот как так, Шевченко гнал по полной, запад, 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 он не переставал говорить, что это наши враги, уничтожить, а мы с Денисом как бы так себе даже и толком и не возразили, ведя этот эфир в Ютьюбе, который, так сказать, принадлежит, по сути, Западу, который Запад создал, скажи, пожалуйста, вот, ты тогда сказал мне, ну, ты деликатный человек, и я тебе скажу честно, что деликатность и профессионализм не всегда вместе, вот, я не посыпаю сейчас голову пеплом, Рустам, но тем не менее, вот, это отношение к Западу, такое неистовое, как демонстрировал Максим Шевченко, это, как бы, чтобы аудитории было побольше, что и произошло, в конце концов, или его искреннее отношение к Западу и вера в то, что Запад, это, это плохо, Максим Шевченко это не лапотник и не заплатошник, это человек, живущий в районе Старого Арбата, я живя там, видел его там неоднократно, прогуливающегося, большой, крупный, уверенный в себе, неплохой совершенно оратор, это плоть и кровь, ну, точно не того, к чему он призывает, это совершенно разные две вещи, он находится, и познал новый виток своей карьеры, назовем это так, на абсолютно западном ресурсе, Ютьюбе, был сильно расстроен, когда Ютьюб, между прочим, по мановению и пожеланию российской стороны и судебных всех инструментов, которые были включены, Ютьюб, российская сторона, чтобы вы понимали, заставила Ютьюб прекратить монетизацию россиян, в том числе и вышеуказанного спикера, прекратить монетизацию, то есть мы все лишились монетизации, и Максим Шевченко, который в тот момент на Ютьюбе зарабатывал уже, наверное, очень приличные деньги, собирая за просмотры, да и за все на свете, это был его вопрос и его право, между прочим, лишился денег, и я помню, как его комментарий довольно-таки понурый, и все это произошло, потому что так захотел российский режим, чтобы Макс Шевченко, да и я тоже в тот момент, имеющий другой Ютьюб-канал, созданный на российской СИМ, через российскую СИМ-карту, я тоже остался без денег, в один день, да, и учитывая все это, даже вот просто вот этот факт, учитывая какую-то странную юдофобию, какой-то странный нарратив, связанный с Палестино-Израильским конфликтником, я не знаю, как это назвать, конфликт ли это, или это имеет другое правильное название, учитывая, как несколько лет назад Макс Шевченко, ведя на первом канале политическое ток-шоу будущего ведущим, вел его в кипе, кипа на голове надета была, может кто-то даже вспомнит, и это меня так удивляло, я еще тогда думал, а может это узбекская шапочка, знаете, как у узбеков, вот эта классическая, да вроде нет, кипа, он в кипе вел, он показывал свою принадлежность все-таки к еврейскому народу, извиняюсь, и теперь, когда он брызжа слюной, так от этого всего отпихивается, проклинает, находит какие-то массы, каких-то доводов в отношении неправильности действий этой стороны, он очень странен, ну, я хочу эту тему сейчас закрыть, Макс Шевченко взрослый человек, он многими уважаем, его многие слушают, я не хочу ранить эту часть аудитории, но Макс Шевченко пересаживается с одного стула во время одного эфира, даже не на второй, а на третий, четвертый и на пятый, это какая-то его странная особенность, абсурдировать реальность, и так сказать, своим напором доводить это все до какого-то странного состояния, учитывая, еще раз повторяю, проклиная Запад, сидя на абсолютно западном, при этом западном ресурсе, YouTube, ну, это уже вообще ни в какие ворота, даже исходя из этого, из самых простых вещей. Все, что я могу сказать по этой теме, не хочу так дальше, но я знаю, что от этого спикера отвернулись очень многие, потому что, потому что просто от какой-то такой риторики, которая была еще близка к здравому смыслу, он перешел к риторике уже полного компромисса, и понятен его компромисс, он через слово говорит, я в Москве, приводя это к какому-то такому знаменателю собственного геройства. Я закончу, Саша, он герой, наверное, сам для себя, но для всех остальных людей, которые сделали другой выбор, никакой он не герой, он просто обычный коллаборант, который переобулся, и теперь совершенно позорно несет эту миссию, и пусть несет ее дальше. Я знаю, что я имела в виду, когда тебя это спрашивала, я имела в виду, вот эти 400 тысяч, это любовь к Шевченко или Геннадий Шевченко? Нет, Саша, это поприкалываться, это люди приходят поприкалываться, они знают, что Шевченко будет переобуваться, они знают, что он будет мерзок в этом переобувании, и они приходят увидеть его позор, вот чтобы ты понимала. Знаешь, есть люди, которые обожают смотреть неловкие видео, когда кто-то пукнул в видео, знаешь, есть такой целый набор народов, их очень много этих людей, они прям в Ютьюбе сидят сутками, смотрят, как машины врезаются друг в друга, с просмотровых камер это все снято, как кто-то, например, где-то неловко упал, или на драке они обожают смотреть, кровавые, обожают смотреть, как бабки на лавочке друг друга нячат, понимаешь, вот таких же видео очень много, это такие неловкие видео, кровь, говно, каша, ветки, глина, гной, там все в этих видео, вот по аналогии вот с этим интересом, люди приходят посмотреть на Шевченко, я тебе хочу сказать, я не фанат этих всех видео, но последнее видео, где он был с Мальцевым, я пришел посмотреть по этой теме, я знал, что они будут дубаситься, знал он, и я подумал, интересно, как это будет выглядеть, ровно через 20 минут мне было все понятно, еще раз повторюсь, я вообще перестал слушать Шевченко, по причине его, вот мне стыдно, мне стало стыдно его слушать, ну тут я пришел, зная, прав я или нет, что там, предвкушая драку, я ее там таки нашел, эту драку, поставил эту галочку, что я не ошибся, и вышел из эфира, поставил вам лайк. Спасибо за лайк, Рустам, и вот ты, мы поскольку коснулись еврейской темы, я тебе послала одно видео, это неизвестная мне телеведущая или радиоведущая Катя Гордон, которая, я такой ненависти к евреям, ты знаешь, не слышала никогда, которая записала видео, где она говорит о том, что бедные палестинцы и Израиль, это вообще последняя вообще страна с такими жуткими словами, и потом ей там отвечает оппонент, парень, который показал это видео, или она сама его записывала, но шоу-бизнес, вот я бы назвала тему евреи шоу-бизнес или шоу-бизнес и евреи, евреев в шоу-бизнесе всегда было очень много и в политике, и в журналистике, но я сейчас про шоу-бизнес, и вдруг, значит, с фамилией Гордон, ни Иванова, ни Петрова, ни Сидорова столько ненависти и жалчи, я тебя хочу спросить, если в шоу-бизнесе так ненавидят евреев, исходя из этой барышни, а их там так много, как это объяснить? Саша, конкретный Гордон, к сожалению, Катьку, я с Катькой знаком, она женщина умная, естественно, она понимает весь расклад, вот он действительно понимает, но тут деньги заплачены, я просто объясняю людям, если вы видите, вот этот нарочитый, ни с того, ни с сего, абсолютно нарочитый, заядлый какой-то такой поток сознания, связанный с ненавистью вдруг до сели невиданной от этого человека к данной проблеме, к данным людям, к англомерату людей, в стране, в данном случае это был Израиль, то, как правило, вы можете обратить внимание, если это более-менее заметный блогер, если блогер там с подписотой, какой-никакой, может разговаривать, синяя галочка у него там стоит в верификации, то, знаете, это там просто были заплачены деньги, в случае с Катей это были деньги, поэтому она так и всиралась там сидела, стараясь так, я не знаю, просто бедненькая, но Катя тоже должна понимать, время пройдет, стыд останется, останется эти стыдные видео, они никуда не денутся, учитывая, что она носит еврейскую фамилию, как-то, да, это еврейская фамилия тоже чувака достаточно стрёмного, ведущего Первого канала Гордона, ее бывшего мужа, это не еврейская фамилия замечательного украинского журналиста Гордона, Дмитрия Ильича, это стримоты, вот это, из Первого канала, обсоса этого, фу, но она же не отказалась от нее, от этой фамилии, она же так ее и носит, и фамилия, между прочим, вполне себе не рязанская, и вот в этом абсурде они не существуют, ну, хотя бы денег заработала, а то, что, Саш, вы говорите, их там много в шоу-бизнесе евреев, и при этом они поступают, ну, совсем не умно, ну, совсем не как евреи, в этом смысле, Саша, а что мы дальше увидим? Я боюсь себе даже представить, что вообще будет дальше, и что с ними будет, с этими фигурами, которых мы считали незыблемыми, столпами, уж их точно не подвинуть, мы увидим такие признания, мы увидим такие, мы увидим такое аутодофе, мы увидим такие, такое крещендо, я не знаю уже, какие слова подобрать, к этим казням египетским, которым там будут они подвержены. Спасибо, спасибо, Рустам, Денис. Да, ну, спасибо, да, спасибо, Рустам, я просто хочу еще раз напомнить, для всех тех, кто к нам присоединяется с нами, на связи, шоумен и журналист, Рустам Асолнцев, 604. Я еще блогер, у меня есть свой YouTube канал. Ребята, если вы меня сейчас отпустите, у меня же, ровно в 10 по нашему времени, у нас с вами оно одинаковое, свой прямой эфир на моем YouTube, Руся Ин Америка. Если вы не против, я приглашу подписчиков, например, ваших, приходить ко мне, и своим про вас неоднократно уже рассказывал, но мне пора уходить, мне надо выгулять собак перед эфиром, выпить кофе. Ну, я же не знала, мы с тобой обсудили вчера вопросы, я старалась успеть их тебе задать. Мне кажется, мы все обсудили, Саша, или что-то осталось? Нет, 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 Рустам, мы желаем тебе хорошей прогулки с твоими друзьями, четвероногими, и спасибо за то, что ты сегодня был и общался с нами. Спасибо. Спасибо, до свидания, ребята, всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова